Разберем на примере главы 2, что входит в состав модуля одной из глав русско-английского разговорника. Сначала вам предоставляется ссылочка на то, чтобы зарегистрироваться в классе программы Quizlet. И вы переходите по этой ссылке, попадаете на главу 2 русско-английский разговорник. Или на другую главу, относящуюся к русско-английскому разговорнику. Присоединяйтесь к классу и ждете одобрения, когда вас присоединят к группе соответствующей главы. Дальше. В каждой главе есть вот такое вот скрытое меню, где представлены все темы и представлены все блоки в каждой теме. Переходите на нужную вам тему или начинаете с самого начала. Давайте возьмем с вами для примера вот эту вот тему. Деньги обмена валюты посещения банка. Переходите по этой ссылке. В этой теме 5 блоков. Из чего стоит блок? Блок состоит из аудиофайла, где в двуязычном варианте русско-английском вам предоставляется аудио произношение всех слов, фраз, выражений. Деньги, обмен валюты, посещение банка. Часть 1. Money, currency exchange, visiting bank, part 1. Банк. Банк. Банкнота. Банкнот. Вы слушаете аудиоверсию. Сразу перемещаетесь вот на эту картинку, потому что на этой картинке более крупным текстом набран материал этого блока. И глазами следите за текстом, слушая аудиоверсию произношения всех слов, фраз, выражений. После этого вы переходите ко второму аудиофайлу. Здесь уже аудиоозвучка только на английском. Money, currency exchange, visiting bank, part 1. Bank, banknote, account details. Опять же, при прослушивании аудиофайла только на английском, вы возвращаетесь вот к этой картинке и смотрите крупным текстом на английские слова и запоминаете их произношение. И можете слушать каждый аудиофайл не менее трех раз, запоминаете произношение слов, фраз, выражений. После того, как вы закончили с прослушкой, переходите к закреплению своих навыков. Для этого отрабатывайте материал в Quizlet, переходите по нужной ссылке, попадаете в соответствующий тренажерный модуль в программе Quizlet. Вот эти модули. Блок первый, блок второй, блок третий, блок четвертый, блок пятый по теме деньги, обмена валюты, посещение банка. Сам тренажер выглядит следующим образом. Их там 7 или 6 штук в зависимости от того, на каких устройствах вы работаете. На стационарном компьютере вам доступны Flashcards, Learn, Write, Spell, Test, Match, Gravity. В мобильной версии у вас не будет Gravity и возможно в зависимости от модели телефона у вас будут небольшие видоизменения в самих тренажерах. Проходите все тренажеры прям по порядку. Возвращаетесь обратно в электронный разговорник и проверяете себя на аудиотренажере. Для этого запускаете этот аудиофайл. Деньги, обмен валюты, посещение банка. Часть 1. Тренировочный модуль по теме. Скажите слово на английском. Банк. Бэнк. Банкнота. Бэнкнот. Банковские реквизиты. Account Details. И таким образом вы проверяете себя. Хорошо ли вы запомнили весь материал. Если какие-то фразы вам не дались с первого раза, вы возвращаетесь обратно. Дополнительно повторяете необходимый модульный блок. Опять проверяете себя на аудиотренажере. И таким образом вы проходите всю тему. В этой теме 5 блочных модулей. Прошли полностью всю тему. Проверили себя. Без перепрыгивания с одного блока на другой. Переходите к следующей теме. Следующей теме. Здесь следом идет время. И вы изучаете уже следующую тему. Вы можете самостоятельно выбрать порядок изучения глав. Или порядок изучения тем. Вот это вот меню вам поможет ориентироваться и быстро переходить. Между тем, вместо того, чтобы скроллить вверх-вниз по странице. Проходите либо сверху вниз, либо согласно своему собственному усмотрению. Вот все темы, которые представлены в главе 2. Зубы и зубной врач, медицинская терминология, лекарства и аптека, специализации врачей, внутренние органы, проблемы со здоровьем, посещение отделения оказания экстренной медицинской помощи, посещение доктора, полицейский участок. Этот блок модуль называется «Критические ситуации». Тема «Что следует уметь рассказать о себе?» Обсуждаем погодные условия, сама погода, 12 месяцев, времена года, дни недели, временные отрезки дня, время, деньги, обмен валюты, посещение банка, валюты, деньги, расчеты, математические операции, проценты, дроби десятичные, как считать обыкновенные дроби, порядковые числительные, большие сложные цифры, цифры десятки, сотни тысяч и простые цифры до 40. После того, как вы закончили с одной главой, вы можете переходить к изучению следующей главы.